В сентябре 1973 года первый торговый секретарь посольства Венгерской Народной Республики рассказал читателям журнала «За рулём» о перспективах Икаруса. Пробежался по важности автобусостроения для Венгрии, отметил, что на экспорт в 30 стран мира идёт 80% изготовления изготовленных Икарусов и что две трети из этого количества предназначены для СССР. В планах была поставка около 7000 машин ежегодно, среди них были новые автобусы двухсотого семейства, междугородный 250, городской 260 и конечно же огромная гармошка модели 280. Сочленённый автобус длиной 16,5 метров и весом больше 12 тонн, рассчитанный на перевозку 148 пассажиров, из которых 35 могли успеть занять сидячие места. Оснащался этот автобус дизелем Раба-Ман мощностью 192 лошадиные силы и развивал по паспорту 63 км в час. А в статье журнала «За рулём» особо отмечались пневматическая подвеска и усилитель руля, которым оснащались венгерские автобусы. И если 250-я модель уже поставлялась в СССР к тому времени, то 280-й был новинкой 1973 года, его поставки только начались. Хотя впервые эта модель промелькнула в заметке журнала «За рулём» ещё в январе 1968 года в рубрике «Техника наших друзей» с рассказом о выставке новых автобусов в Будапеште, включая и новый большой трёхосный сочленённый автобус. Чуть позже о новом семействе рассказал директор завода «Икарус», посетивший Москву. А в сентябре 1972-го 280-й уже фигурировал в качестве грядущей замены «Икаруса-180», что возил пассажиров на самых напряжённых маршрутах крупных городов Союза. И наконец в 1973-м начались поставки этой машины. Занятно, что в 1975-м «Икарус-280» снова попал в рубрику «В мире моторов» журнала «За рулём». И читателю рассказали, что этот автобус рассчитан на 200 пассажиров и в нём 41 сидячее место. Да и вообще в «За рулём» про «Икаруса» писали довольно часто. Можно было, например, узнать, что Министерством автомобильного транспорта РСФСР только водителям автобусов «Икарус-180» разрешено использовать переднюю дверь для служебного пользования. А на всех остальных автобусах, включая 280-й «Икарус» с его широченной передней дверью, такое использование недопустимо, и водители за самовольное использование передней двери для служебного пользования могут быть привлечены к административной ответственности. Надо отметить, что в СССР подобной техники не производили, и все потуги создать автобусы большой вместимости так ничем и не закончились вплоть до развала Союза. Да и в 90-х на улицах городов мелькали скорее поддержанные импортные гармошки — от этих же «Икарусов», завезённых из Германии и других стран бывшего соцлагеря, до «Мерседесов» и «Манов» из Западной Европы. При этом из Венгрии поставляли в Союз не только автобусы, но и задние ведущие мосты Раба с планетарными редукторами, их ставили на ЛАЗ, ЛИАЗ, на троллейбусы ЗИУ, а объёмы поставок в 70-х годах достигали 25 тысяч мостов в год. А вот сочленённых «Икарусов» модели 280 на общем фоне в СССР поставляли не так уж и много. Например, в 79-м году из 6 тысяч с лишним автобусов для Союза 3800 были модели 260, 1231 штука были междугородными модели 255 и лишь 500 экземпляров были сочленёнными автобусами с этой гармошкой. Столько же поставили 250-х «Икарусов», которые проходили как туристические. С этими автобусами связана обыденная жизнь нескольких поколений советских граждан. Эти автобусы поражали своим современным обликом и огромным размером в 70-е. Мы бросали монетки в кассу, выкручивая и отрывая билетик в 80-х. Мы ждали на остановках зимой и летом уставшие, укатанные и облепленные незатейливые рекламы «Икарусы» в 90-х, и даже в 21-м веке их было полным-полно на улицах городов даже в Москве, где одно время даже собирали эти машины. Каждый, кто ездил на этих «Икарусах», помнит и холод поручней, и форму сидений, и обтрёпанные резиновые гармошки. У каждого школьника было любимое место. Кому-то нравилось, как на кочках подбрасывало корму автобуса, и он старался занять место у заднего окна. А кто-то отважно заглядывал за поручень круглой поворотной площадки в недра гармошки, из которых сквозило холодом. Водилы советских времён, экономя соляру, очень редко включали печку-автономку, и в салоне всегда было холодно. Только в 90-х оказалось, что «Икарусы» могут быть вполне комфортными и тёплыми зимой. Этот автобус остался с нами навсегда, этот «Икарус». И на полке, и в песне Свердловской группы «Чаев» — оранжевое настроение. Масштабная модель этого автобуса появилась на полках магазинов в декабре 2011 года и стала желанным подарком для многих собирателей. Хотя не все приняли эту модель. Виной тому был и привычный стиль Classic Bass с проваленными вглубь стёклами, и колёсные диски из белой пластмассы и цена в 4250 рублей — всё это удерживало от покупки. Ведь это было около 150 долларов за модель, что как-то не очень билось с первоначальными планами этого производителя делать недорогие модели автобусов. Но сам Classic Bass известен странными финтами с ценами и переизданиями. Так что уже через полгода цены на этот автобус снизили, сняв видимо сливки с самых нетерпеливых собирателей, что сделало эту модель немного ближе к народу. Сам же «Икарус» в этом огромном изделии конечно узнавался. Неплохая форма, в целом похожие обводы передней части, но при этом толстенные оконные стойки, белёсые колёса с зеркалами, неправильной формы, цвета и толщины, которые обаяния о модели не добавляли. Вообще моделям Classic Bass тех лет остро не хватало номерных знаков и маршрутоуказателей. Вид сзади на этот автобус беспривычной таблички с госномером, отсутствие паркового номера и привычных надписей «Занос 1 метр» лишали неплохую модель важной доли настоящести и похожести. На конвейере мы этих автобусов не видели, а реальные машины на городских маршрутах имели чуть больше артефактов и надписей. Ну и ещё раз, белоснежные колёса из откровенной пластмассы конечно режут глаз до сих пор. Да и на проработку модели снизу сил у производителя не хватило. При взгляде на донышко сразу вспоминалась цена этого изделия — лёгкое или сильное несоответствие. Но привычный и примелькавшийся за 40 лет облик венгерского автобуса был передан достаточно точно. И этого было достаточно, чтобы поставить этот икарус на полку. Модель эту в виде сырого китайского прототипа показали собирателям в январе 2011 года. И в общем хорошо, что показали. Энтузиасты вывалили пачку замечаний и к декабрю, когда модель появилась в продаже, её более или менее привели в соответствие раннему оранжевому икарусу 280 модификации 33, которую поставляли в Союз в начале 80-х. И в целом, без глубокого погружения в тему вариантов машин разных лет выпуска и разных модификаций, в этой модели несложно узнать тот самый икарус. Но тем, кто возьмётся разбираться, будут конечно резать глаз и неправильные лючки и широкий нижний молдинг по борту кузова и масса других недочётов и откровенных проколов в этой модели. И при желании даже можно найти их подробный перечень, но в декабре 2011 года это было не так уж и важно. Ведь автобусов в масштабе 1 к 43 было раз-два и обчёлся. А уж таких знаковых и знакомых, да ещё изготовленных промышленным образом, да ещё и по более-менее доступной цене практически не было. Да и до сих пор, в общем-то, голод собирателей не утолён. И этим много раз уже пользовались костромские товарищи со своими мутными моделями под маркой «Советский автобус» и ещё более простенькой журнальной серией. Сам Classic Bass чуть позже выпустит этот автобус в других модификациях и окрасах, доработав модель, изготовит и поздний вариант в этом же оранжевом окрасе, так что системным собирателям подобной техники было чем себя занять. Тем более, что на новые модели добавят и короб маршрута указателя за передним стеклом, и шторку водителя и вообще по мелочам автобусы заметно доработают. Пишите в комментариях, что думаете про Икарусы вообще и про эту гармошку в частности. Как вам старая масштабная модель от Classic Bass и стоят ли у вас на полке какие-нибудь из вариантов этого автобуса в масштабе 1 к 43. Ну а раз уж досмотрели ролик до конца, то самое время прожать какую-нибудь кнопку под этим видео. Там ведь и лайк с дизлайком имеются, и кнопка для спонсоров, и специальная для тех, кто ещё не подписался на канал по неуважительной причине, а в шапке канала и в описании есть ссылки на все эти инстаграмы, фейсбуки, если оно вам тоже понадобилось. А Икарусов? Икарусов здесь ещё парочка имеется, да и вообще автобусы порой встречаются на канале, так что если остались силы, смело листайте дальше. Субтитры сделал DimaTorzok